МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа ИРТОСАХ ПАРАД ИТОГИ НЕДЕЛИ. В студии работает Руслан Гелялов. В ходе прошедшей рабочей недели делегация Павлодарской области во главе с Акимом региона Булатом Бакаовым посетила город Тюмень Российской Федерации. Итог двухдневных переговоров – начало активного сотрудничества между Тюменской и Палодарской областями. Сферы взаимодействия от нефтехимической промышленности до сельскохозяйственной отрасли. Материалы заключаемых соглашений должны будут быть подготовлены к форуму межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который пройдет этой осенью в Петропавловске. О чем еще говорили губернатор Владимир Якушев и Аким Булат Бакаов расскажет подробнее наш корреспондент Мурат Абельмажит. У Тюменской и Палодарской областей имеются большие потенциальные возможности для расширения торговых связей. К слову, палодарцы получили приглашение на июньский форум, на котором будут рассматриваться инновации в здравоохранении, науке и образовании. По мнению губернатора Владимира Якушева, во взаимном сотрудничестве между Тюменской и Палодарской областями акцент можно сделать на агропромышленном комплексе торговли-логистики. Очень важный момент сегодня во взаимодействии – это все-таки транспортная логистика. И чем сегодня два региона интересны друг другу, потому что у нас есть вода, то есть водная артерия, по которой транспортная логистика наших взаимоотношений делает более интересным, потому что транспорт более дешевый, соответственно, себестоимость доставки продукции тоже более дешевая. Вот отсюда надо плясать. В свою очередь Булат Бакао пригласил Сибиряков 20 апреля на форум алюминиевого кластера в СЭС «Палодар». Это одна из возможностей взаимовыгодного сотрудничества. А с учетом того, что идет строительство дороги Тюмень-Ханты-Мансийск, при Иртыше готовы поставлять инертные материалы. Доставлять грузы можно по Иртышу, ведь именно для таких дальних расстояний выгодно использовать речное судоходство. Палодарцам действительно есть, что предложить бизнесу Тюменской области. У нас очень хорошее географическое расположение. Река, Иртыш, логистика, железная дорога, развитая инфраструктура. 80% дороги находятся в хорошем состоянии. И до остальных 400 километров. Но вместе с тем я бы хотел особо акцентировать внимание на нашей свободной экономической зоне. Я сейчас рассказал о нем, что у нас очень большие преференции освобождения от подоходного налога, КПМа, освобождения от имущественного налога, земельный налог. Поэтому мы до 2036 года готовы эти преференции предоставить тому бизнесу, который придет в Палодарскую область. К слову, то, что делегация из Палодарской области прибыла на Тюменскую землю, не случайно. Этот регион является в России лидером по привлечению инвестиций, росту субъектов малого и среднего бизнеса. Не всегда важны ресурсы, главный подход, чтобы бизнес шел и работал. Поэтому мы сегодня договорились сотрудничать во всех направлениях, начиная от сотрудничества наших высших учебных заведений, по поставке строительных материалов, используя реку Иртыш. И мы поработаем во всех направлениях, в том числе и по туризму. В агропромышленном секторе у нас тоже большая ниша. Мы можем поставлять с наших теплиц сюда и томаты, и огурцы, и цветы. Мы выращиваем динамично, растем в этом направлении. И видим, как развиваются в Тюменской области большие агрохолдники. Как заявил губернатор Владимир Якушев, требуется поменьше деклараций, побольше интересных совместных проектов. Между Тюменской и Палодарской областями началось активное взаимодействие. И уже сейчас надо найти нишу по инвестициям. Не конкурировать в этой истории, не переменивать друг у друга. Инвесторов, если у нас есть одинаковые направления. А как раз посмотреть, если есть такие предприятия, допустим, энергоемкие. Понятно, когда электроэнергия в два раза дешевле, наверное, там интереснее. И здесь можно вот эти темы пообсуждать, заинтересовать инвесторов. И над этим мы будем смотреть. Есть какие-то другие истории. То есть у нас, допустим, есть индустриальные парки. Да, еще один парк мы там собираем. То есть, где сегодня эта структура, стоимость ее практически налевает. Вполне возможно, здесь что-то возникнет. Поэтому очень много мыслей, все это надо переварить. Главы регионов договорились обсудить вопрос по логистическим хабам и транспортной инфраструктуре. И в Тюменской и Палодарской областях научились производить продукцию высокого качества. Теперь надо научиться быстро ее перемещать и продавать. Мурат Ибалмажет и РТС Ахпарат из Тюмени, Российская Федерация. Ох уж эти стереотипы. Считается, что экономика Тюменской области стоит обеими ногами лишь на нефти и газе. Однако перед взором Палодарской делегации предстала гораздо более широкая картина, где есть место и хорошо развитому агропромышленному комплексу, и новым технологиям. Одним из пунктов рабочей поездки в Тюмень стало посещение казахстанцами Западно-Сибирского инновационного центра. Генеральный директор Агентства инфраструктурного развития Тюменской области Ольга Романец сообщила, что в работе ее структуры сформирован комплексный системный подход поддержки инноваторов. Создано несколько индустриальных парков. Первым из них – Боровском. Приоритет за пищевой отраслью. Здесь, кстати, из 12 мест 9 уже заняты. На одном из предприятий начался выпуск мороженого. Во втором индустриальном парке – Багандинском – предпочтение отдаются биотехнологиям нефтегазовой отрасли. Ольга Романец также считает, что повдарцев может заинтересовать агроиндустриальный парк Ишимский, где собираются заняться глубокой переработкой зерна для производства лизины, клейковины, белкового, минерального, витаминного компонента. А в общем-то в Тюмени приняты следующие критерии отбора потенциальных инвесторов. 30 миллионов рублей на 2 гектара площадей, минимум 20 рабочих мест. Есть и такие условия для бизнеса. Займ под 0% годовых на сумму до 50 миллионов рублей на проекты в индустриальных парках. Для поддержки IT-отрасли сдают офисы по цене 1 рубль за 1 квадратный метр. В свою очередь сибиряков заинтересовали привлекательные условия при Иртышье, особенно в СЭС-Паладар. Среди российских регионов идет жесткая борьба за улучшение инвестиционного климата. В этом рейтинге Тюменская область занимает 6 место из 85. Но мы делаем не ради места в национальном рейтинге, а ради конкретных результатов, конкретных проектов. Потому что то, что мы сейчас на парке видим, вот вы тоже съездили, попробовали мороженое. Это же все результаты труда и наш там вклад. И безусловно инвестор, который рискует, вкладывает деньги. Поэтому да, мы это делаем, будем делать, но не ради места в рейтинге, а ради конкретного результата, что можно съесть, потрогать, посмотреть. Ради вот всего вот этого, новых рабочих мест. Исполняющий обязанности председатель управления АО, управляющая компанией СЭС-Паладар, Айбектов Сангалиев, результатами поездки доволен. Он уверен, что сотрудничать с тюменцами можно не только в нити-газовом секторе, но и в аграрном, в IT-технологиях. Сибиряков удалось заинтересовать в потенциальных возможностях при Иртышье. Это был большой опыт. Тюменская область сильно развита в части промышленности. Мы посмотрели их якорные проекты. Есть чему учиться, есть в каких-то отраслях можно перенять опыт. В целом, что касательно инвестиций, хотелось бы отметить то, что возможности Павлодарской области в синергии с специальной экономической зоной очень привлекли внимание предпринимателей в области Тюменской. Преференции, которые государствам придаются на специальной экономической зоне Павлодар, они являются достаточно привлекательными. В ближайшее время ожидается визит бизнес-кругов в Павлодарскую область, Тюменской области. И будем отрабатывать вопросы уже по разработке конкретных проектов, по инвестициям. Павлодарцы также посетили в Тюмени антипийский нефтеперерабатывающий завод, работающий на западно-сибирской нефти. Проектная мощность предприятия, введенного в строй 12 лет назад, около 9 миллионов тонн нефтепродуктов. По словам представителей НПЗ, в ближайшем будущем они планируют поставлять свою продукцию зимний дистопливый бензин в Павлодарское предыше. Наша делегация побывала и на металлургическом предприятии УГМК «Электросталь» Тюмени. Это предприятие построили 5 лет назад. Производственная мощность свыше полумиллиона тонн металлопроката в год. Одним из пунктов рабочей поездки в Тюменинской области стало село Ус-Ламенко Гулышмановского района. Здесь располагается одна из крупнейших молочно-товарных ферм России. Здесь планируют разместить 4600 дойных коров. Пока их здесь около 2500. Молоко отправляется на предприятие «Данон», так что проблем со сбытом нет. Поголовье завозили из стран Западной Европы. Необычные для нашего глаза выглядят помещения, где содержатся животные. Стройматериалов затратили на 15-20% меньше. Зато нет проблем с освещением, регулируется микроклимат. А главное, все это хорошо сказывается на УДОе. Интересно, что здесь применяют безотходное производство. Навоз твердой фракции обеззараживают, высушивают и получают биобезопасную и комфортную посилку для коров. Цикл можно повторять несколько раз. Кормовая база фермы собственная и принципиально не отличается от других регионов. Но упор делается на качестве грубых и сочных кормов. У нас 12 тысяч гектар. Мы выращиваем грубые и сочные корма для своих животных. И покупаем только кормовые добавки и некоторые культуры, которые не выращиваются в данном регионе. В ходе визита делегации стороны договорились об обмене опытом между производителями молока двух регионов. Конечно, увиденное произвело впечатление на полударскую делегацию. На этой ферме мы посмотрели, что для коровы попытались создать максимум комфортных условий, чтобы она отличала тем же, высокими надобиями. Поэтому очень положительные впечатления. Делегация из Полударской области также встретилась с активистами национально-культурной автономии казахов. Диаспора начитывает 18 тысяч человек. Булат Бакауф сообщил, что 2 июня откроется авиамаршрут. Тюмень-Астана и связь с исторической родиной может стать еще теснее. Глава региона пригласил тюменских казахов на фестивали приятыши Лодалайля и Берлег-Единство КАЗ. Можно сделать автопробег именно по Полударскую область, устроить какое-то мероприятие масштабное. Как говорили сегодня, приглашали нас в августе на мероприятие. Можно это совместить и устроить автопробег с нашей молодежью, с нашей автономией и приехать к вам в гости. Глава национально-культурной автономии казахов Тюменской области Елисин Галий Ибраев вручил Полударцам подарок – книгу «Казахи с земли Тюменской». Наша делегация также приехала не с пустыми руками. Произведения искусства, книги нашли свое место в этом уголке Сибири. Мурат Ибалмажет и РТС Ахпарат из Тюмени, Российская Федерация. И пока наши повладарцы покоряли Западную Сибирь, налаживая новые пути сотрудничества, в самом повладаре налаживаются старые пути сообщения. На этой неделе на железнодорожный вокзал областного центра прибыл новый модернизированный состав из Алма-Аты. Скоростной поезд нового поколения взамен старого будет курсировать по измененному расписанию ежедневно с учетом сохранения всех действовавших стоянок. По дороге обещают бесплатный Wi-Fi, телевизоры, биотуалеты и даже персональную душевую кабинку. Ну а самое главное привезут к месту назначения на 3,5 часа раньше. Одно плохо – билеты стали дороже, скидка для инвалидов не предусмотрена. Теперь из Павлодара до Алма-Аты можно добраться гораздо быстрее. Время пути сократилось на 3,5 часа. 1 апреля подвижной состав поезда Павлодар-Алма-Аты был заменен на новые вагоны Тулпар-Тальга. Они более современные и технологичные. В пути следования пассажирам предоставляется полный перечень услуг. Доступ к Wi-Fi, телевизионные экраны, климат-контроль и биотуалеты, бесперебойная работа вагона-бара и вагона-ресторана. Кроме того, новые вагоны оснащены системой громкой и внутренней связи, а также видеонаблюдением. Путешественников обслуживают более 200 проводников. На выбор предоставляется несколько классов – сидячие места, класс-турист, грант и бизнес-класс. Стоимость билета полностью зависит от выбора пассажира. Компания применяет систему динамического тарифа образования, но, насколько мне известно, класс сидячих мест будет варьироваться от 5,5 до 6 тысяч тенге. Класс-турист – 11,5 тысяч, грант-класс будет 14,5 тысяч и бизнес-класс в районе 17 тысяч. Класс-турист – это привычный для всех купе. Грант-класс – это вагоны СВ, предназначенные для двух пассажиров. Ну а бизнес-класс предназначен для тех, кто любит ездить с удобствами. Это купе для двоих с душем и туалетом. Первые испытавшие на себе поездку в новом вагоне пассажиры довольны. Кроме того, в поезде созданы условия и для людей с ограниченными возможностями. Для колясочников имеются специальные подъемники. Имеется отдельный вагон с широким купе. Поезд будет курсировать ежедневно. Стоит отметить, что в настоящее время идет поэтапное обновление парка подвижного состава. За последние пять лет осуществлен закуп более 600 современных вагонов Тулпар-Тальга отечественного производства. В ближайшие годы ожидается поставка еще 180 вагонов. Как я уже сообщал в прошлом выпуске программы, после трагического пожара в городе Кемерово, Генеральная прокуратура Казахстана дала поручение проверить все крупные торговые залы и развлекательные центры, а также частные организации дошкольного образования и среднеобразовательные школы. Павлодарские службы ЧС уже успели провести пожарно-тактические учения в двух крупнейших ТРЦ городов области. А на днях состоялась учебная эвакуация учеников сразу 42-х школ областного центра. Таким образом было условно спасено более 26 тысяч детей. Спасено условно, но ведь обучено вполне реально. В СОЖ номер 34 прошли тренировочные эвакуационные учения по пожарной безопасности в случае чрезвычайной ситуации. Все ученики и 135 сотрудников школы эвакуированы за 2 минуты 58 секунд. Дети сейчас находятся на классном часу, где изучают план эвакуации, где пути эвакуации, правила поведения во время пожарной тревоги. Данное мероприятие проводится у нас по плану школы раз в четверть. В настоящее время обучается 29 классов комплектов, общее количество детей 820, но в настоящее время на занятиях присутствует 790. Как отмечает директор СОЖ номер 34, плановые проверки производятся каждые полгода. Последние проверки по пожарной безопасности, санитарному состоянию школы нарушений не выявили. В Павлодаре есть 186 объектов. В 2018 году запланирована проверка 106 объектов. Из них на 74 проверки закончились. В итоге по 26 нарушениям вынесены предупреждения. По четырем нарушениям наложены штрафы. Для учащихся 34-й школы проведение учений не в новинку, а не успевают за короткий срок собраться и своевременно выйти из здания. В нашей школе расположены во всех классах и коридорах планы эвакуации. Дети очень часто останавливаются и рассматривают их. Также во всех классах есть ватномарливые повязки. В случае чего учителя достают и раздают их детям. Во время эвакуации мы следуем всегда за учителем. Напомним, что недавняя трагедия. Пожар в торговом центре в Кемерово повлёк смерть более 60 человек, две трети из которых были дети. Все от мала до велика в считанные секунды оказались в плену дыма и огня. Дезориентированные. Они попросту не знали, куда бежать и где искать спасительный выход. Быть может, им не хватило опыта таких учений. Меруэрт Шукуева, Ханат Ахмеджан, Фирты Сахпарат. Притчей во языцах стала уже тема состояния многих остановочных павильонов областного центра. Продуваемые ветром, пропускающие солнце, с лёгкостью разрушаемые вандалами. Эти остановки разделили горожан на два лагеря. Одни скучают по пусть громоздким, но весьма крепким советским. Другие мечтают о современных и комфортных. И желательно с подогревом. Между тем, коммунальщики насчитали на улицах Павлодара 16 поврежденных павильонов. Обещают отремонтировать к середине апреля. Судьбу еще девяти остановок общественного транспорта должны будут решать уже их частные владельцы, взявшие окружающий земельный участок в аренду. Что еще и на какую сумму ожидает нас в плане благоустройства областного центра, мы узнали на специальном совещании городского Акимата. В текущем году в Павлодаре планируют сделать ремонт трамвайных переездов по улице Кутузова. Вместе с тем, для благоустройства областного центра будет проведена целая кампания по озеленению. Устройство светофора на семи переписках, это у нас бюджет составляет 41 миллион. Установка 627 дорожных знаков, бюджет составляет 6 миллионов 480. Пазад и уставник на общую сумму 30 миллионов. Устройство зеленого пояса, так сказать, неоплоущество области Адумыния и Казахстана, компания «Невтихим», электронный завод. Ни для кого не секрет, что весна сопровождается появлением ям на дорогах. Сегодня их залатали гравием, щебнем, брусчаткой. Нуржан Ашимбетов заверил, что это лишь временная необходимость. Вскоре отделом ЖКХ будет проведен ямочный ремонт. Кроме того, градоначальник затронул тему ухода за остановочными павильонами. Остановочный павильон – это все на балансе отдела ЖКХ, за исключением десятка остановок, которые мы передали доверительному управлению частным частникам, где они бизнес делают и, согласно условиям передачи, они еще должны следить за порядком. Вот, к примеру, остановка Садпаева, угол Чоклика. То есть там стоит цветочный киоск, цветочный киоск работает, но остановка не защищена, нет удобства. Собственник уже получил два предупреждения. В случае, если ситуация не исправится, наложит штраф или участок будет изъят. К примеру, в прошлом году 10 павильонов было изъято и повторно выставлено на конкурс. Нуржан Ашимбетов также подчеркнул, что вопрос освещения в областном центре должен будет решен полностью. Между тем, в ходе встречи особое внимание уделили вопросу изменений в правилах благоустройства. Сейчас правила благоустройства утверждены, нового министерства и областной Масляхат утвердил нам правила благоустройства. Там небольшие изменения произошли. Раньше было 10 метров от земельного участка, который принадлежит владельцу. Сейчас уменьшили, почему-то сделали 5 метров прилегающей территории. То есть 5 метров от прилегающей территории любого субъекта, пусть это жилой дом, кафе и так далее, все это должно уже, ответственность собственника возникает. Глава города также напомнил об ответственности за несоблюдение правил благоустройства частными организациями по статье 550 Административного кодекса. Если прилегающие территории и внешний вид объекта будут находиться в неприглядном виде, то сначала будет выдано предписание, а затем наложен штраф. Ренат Абдулкаюмов, Олег Чагадаев, ЕРТС Акпарат. Понедельник 2 апреля прошел под знаком Всемирного дня распространения информации о проблеме аутизма. 11 лет назад он был установлен в специальной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, в которой была выражена обеспокоенность высокой численностью детей, страдающих этой болезнью. По данным Всемирной Организации Здравоохранения, ежегодно на планете число детей с аутизмом увеличивается на 13%. Цель мероприятий – привлечь внимание родителей к выявлению ранних рисков аутизма у детей, а значит, своевременному лечению и поддержке. Между тем, рождение все большего количества детей с различными патологиями, констатируют повладарские медики. Еще печальнее, что некоторые из новорожденных оказываются в итоге брошенными. Маленький Кирилл – всеобщий любимец, симпатичный и ласковый малыш. Ему еще нет и года, только учится ходить и говорить. Паладарский дом ребенка изначально был рассчитан на проживание 120 таких малышей. Сейчас это количество уменьшилось практически вдвое. С 2009 года по 2016 год включительно в Паладарской области был объявлен мораторий на иностранное усыновление. В текущем году мораторий снят и уже за истекшее время было усыновлено два ребенка гражданами Испании и гражданами Канады. Как правило, это дети, от которых отказались казахстанские усыновители, то есть имеющие серьезные ограничения в состоянии здоровья, у которых есть потребность в серьезном лечении. За последние полгода уменьшилось количество брошенных детей и увеличилось число желающих усыновить. Но медики констатируют и снижение рождаемости по региону, и то, что стало больше рождаться малышей с патологией. Мольных детей охотно усыновляют иностранные родители, тем более, что мораторий на усыновление за границу в прошлом году был снят. С 2009 до 2016 года установлен мораторий. В прошлом году мораторий был снят. Усыновили двоих. Одного в Испанию, другого в Канаду. Это были дети, которым требовалось сложное лечение. В Казахстане таких детей не усыновляют. С появлением специального сайта у малышей появилось больше шансов обрести семью. Ипотерапия или лечение лошадьми – давно известна как один из эффективных методов реабилитации детей, страдающих аутизмом, различными нарушениями опорно-двигательной системы и ДЦП. Так, подопечные реабилитационного центра Алтенбата с нескрываемой радостью еженедельно посещают одну из каневодческих ферм нашего города. Кормление сахаром, поглаживание руками, сама верховая езда – в ипотерапии работает все. Даже дыхание и потовые испарения лошади имеют свои лечебные свойства. Для детей с детским церебральным параличом – это вообще живой эффективный массажер, где помимо мускульного воздействия лошадиной спины, важное значение имеет даже температура тела животного. Что касается детей с аутичными расстройствами, то ипотерапия – это еще и мощный метод социализации и психологической разгрузки. Да, у нас есть и отдельные занятия, но это в то же время большая подготовка к инклюзии, когда у нас идут занятия особенных детей и норматипичных детей идут совместно. Кроме особенных детей, активно занимаются на этой каневодческой ферме и с начинающими спортсменами. Сегодня здесь тренируется 10 ребят, самому младшему из которых всего 5 лет. Несмотря на возраст, в спортивной копилке юных наездников уже несколько золотых медалей. Ну, я заняла второе место. В первый раз, когда я его погладила, покормила, я его полюбила и начала сюда часто приезжать. Скачки зависят не только от наездника, но и от лошади. Например, в тот момент, когда я выступала, видимо, у рыжика было хорошее настроение. А еще я чуть-чуть рассмешилась с судей. Сейчас на ферме 13 породистых лошадей. У каждого свой характер и темперамент. При этом все одинаково дисциплинированы. Любимцы детей – Добрыня и Рыжик. Именно они с огромным терпением и заботливой аккуратностью чаще всего встречают маленьких гостей манежа. И охотно принимают угощения в виде морковки и рафинады. Кроме лечебных занятий и спортивных тренировок с детьми, на этой ферме работает прокат лошадей и для взрослых любителей верховой езды. Но еще большей популярностью пользуются так называемые коммерческие фотосессии. И главная звезда инстаграма – вот эта красавица по имени Ева. Именно ее считают самой фотогеничной девушкой в этой разномастной компании. Давай сделаем селфи. Готово? На своей странице в инстаграм хозяева конюшни не только рассказывают о пользе ипотерапии, особенностях верховой езды и забавных случаях с питомцами, но и охотно помогают людям, оказавшимся в нелегкой ситуации. Так, однажды после пожара в соседнем доме был организован благотворительный прокат лошадей, вырученные средства от которого передали семье мальчика, получившего 70% ожогов тела. Я думаю, только ДЦП и детками с аутистами и даунами у нас не закончится. Хотелось бы еще видеть у себя в конюшне деток-сирот. Я думаю, да, мы будем со всеми работать, будем получать результаты. Около 170 килограмм сена, 40 килограммов моркови и 100 килограмм овса уходят ежедневно на одно лишь кормление лошадей. Кроме этого, приобретение амуниции, лекарственных препаратов, витаминов и опилок. Со всем этим грузом семья Комиссаровых вполне справляется самостоятельно. Другое дело, что мечтают о помощи со стороны государства в выделении дополнительной земли для большей площади манежа. Тогда будут готовы принимать еще большее количество детей и взрослых, нуждающихся в чудесных свойствах ипотерапии. Около 200 павлодарских школьников приняли участие в строительстве новеньких скворечников, которые затем с помощью взрослых экологов и работников алюминиевого завода были торжественно развешаны на территории Варушинского парка в Павлодаре. Тем временем, сегодня состоялся первый городской субботник в рамках месячника по благоустройству. И у нас в студии гости, представители областного штаба Жасл Ель. Вы буквально с субботника к нам даже инвентарь прихватили. Заур и Нургуль, да? Нургуль, вы сами когда-нибудь, хоть и девушка, строили скворечник своими руками? Да, когда-то в садике мы все строили скворечники, выходили в наш двор и вешали. Кормили птиц, кормушки. Это было все, тоже помню, что мы этим тоже занимались. Хорошо. Итак, сегодня состоялся субботник. Расскажите, с каким настроением вы приступили к работе, сколько народу? С хорошим настроением, потому что уже весна, лето радует, что мы снимаем теплую одежду. Бойцов было очень много, также по всему городу очень много людей с настроением, с песнями провели этот субботник. У вас какой-то определенный участок за вами закреплен, или вы будете как десант идти на самые сложные участки? Наверное, как десант идти на самые тяжелые участки. Хорошо. Ну, прежде чем начнутся вот эти десантные работы, у нас небольшая традиция новая. Гости студии в конце нашей программы зачитывают прогноз погоды на предстоящую неделю. Поэтому вы можете достать свой гаджет, открыть приложение, и вот на эту камеру, прошу. Вот. В Павлодаре в понедельник планируется 11 градусов влажность, осадки. К четвергу у нас потепление 15 градусов, можно будет уже одевать легкую одежду и идти на пикник. Также в субботу, воскресенье будет потепление. Отличное прогноз погоды, спасибо большое. Ну, а я, в свою очередь, хотел бы добавить, чтобы следующая неделя была полна как можно больше хорошими новостями. Вы смотрели программу «Ертасак парад. Итоги недели». В студии работал Руслан Белялов. Руслан Белялов. Руслан Белялов.